Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о 3D принтере Creality Ender 3. Это первый мой принтер и нет опыта работы с 3D принтерами, поэтому при выборе я отталкивался от следующих критериев. Должен быть простой в сборке с минимальными требованиями по настройке от пользователя и хорошо печатать. Изначально я хотел купить принтер Annette A8, но он довольно старый и очень много необходимо дорабатывать, поэтому выбор пал на Ender 3. Естественно перед этим я посмотрел много обзоров, почитал о нем. Принтер поставляется в картонной коробке с пластиковыми проставками. Я открыл коробку не с той стороны, поэтому детали рассыпались по коробке, но ничего с ними не произошло. Нижняя часть принтера уже в сборе и нам остается только собрать верхнюю часть, прикрутив направляющие, моторчики и собрать ось Z. Также подключить 24-вольтный блок питания. Все это легко проделать за 12 шагов по инструкции, которая умещается на листе А3 и имеет красочные подробные картинки. Весь процесс сборки занял у меня около часа, но более внимательные люди могут управиться и за 20-30 минут. В комплекте с принтером есть небольшой кусочек филамента и много ключей и инструментов. Даже положили стяжку для кабелей и кусачки для них. После сборки остается по одной запасной гаечке. После полного сбора принтера осталось только выставить уровень стола. Между столом и соплом по инструкции должно быть 3 мм, но путем проб и ошибок я выставил на 1 мм. После этого печать дна фигур стала качественней. Про регулировку стола будет отдельное видео, скорее всего сразу после этого. В комплекте с принтером идет микро SD карта, на которой есть инструкции по принтеру и весь необходимый софт. Специально для подписчиков в описании к видео я оставлю архив с этим добром. После установки Кура, это приложение для работы с 3D моделями на компьютере, я нашел на одном из сайтов с моделями кораблик, уменьшил его в размерах, так как в комплекте с принтером мало филамента и начал печатать. Кораблик напечатался на 3-4 мм в высоту, принтер затрещал и перестал печатать и вернулся в базовое положение. Из-за неопытности я не мог понять, что с ним не так. Увеличил модель кораблика и опять запустил на печать. Кораблик опять напечатался частично, но уже на 4-5 мм в высоту и я понял, что причина не в этом, а проблема с перемещением экструдера по оси Z и оказался прав. Там были сильно перетянуты болты вокруг направляющей, не позволяли двигаться вверх. После послабления их тот же кораблик уже напечатался полностью. Качеством печати я очень доволен. Пропечатались мелкие детали, но в некоторых местах были косяки. Плюс дно корабля было скошенным. Это было из-за неправильно настроенного стола. Но после настройки я распечатал маленькую собачку. Это тестовая фигурка с флешки, которая поставляется с принтером. И она даже в маленьком масштабе пропечаталась очень хорошо. Поэтому я закинул на печать направляющие для замены стандартного обдува. Конечно, их лучше печатать из АБС пластика, так как он более устойчив к температуре. Но для начала подойдет и так. Они распечатались хорошо, но с небольшими огрехами. Филамент для принтера я купил на родине, в онлайн магазине, так как дожидаться из Китая у меня не хватит терпения. А заранее я не покупал, так как не знал какой он нужен и не было времени разбираться. Теперь я знаю, что идеальным для печати на этом принтере является PLA пластик. Но Ender 3 также хорошо печатает и другими материалами. Я купил 500 грамм АБС пластика для печати модификаций для принтера и 500 грамм PLA для начала. А также взял стартовый набор, куда входят разные пластики по 10 метров для тестов. Подводя итог, хочу сказать, что принтер очень хороший получился и не зря его хвалят обзорщики принтеров. Этот принтер подойдет как новичку, так и более искушенному пользователю. Учитывая простоту сборку и быструю настройку, что от вскрытия посылки до печати можно уложиться в 1 час, а еще и высокое качество принтера считаю его очень достойным. Конечно, я наверное не имею права его расхваливать, так как у меня нет опыта работы с другими принтерами, но для меня это очень достойное устройство и я не жалею ни копейки потраченной на него. Покупал я его по распродаже в магазине Gearbest за 175 долларов, но учитывая тенденцию, что цены падают и 3 месяца назад он стоил больше 200 долларов, думаю на грядущих распродажах можно будет приобрести его дешевле. Когда приедет филамент, я распечатаю модификации для доработки мелких огрехов принтера и сниму отдельное видео. Также на форумах советуют перепрошить его, что я тоже попробую, когда придет китайская плата типа Ардуино, которую я уже заказал под это дело. Планирую снять видео о настройке стола и отдельно о пошаговом процессе печати на нем. Напишите в комментариях, что бы вы хотели знать о принтере, постараясь ответить или снять об этом видео. На этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, до новых встреч и удачных покупок!